Здравствуйте! У меня два адреса от обращения. Российские женщины и президент Украины Пётр Алексеевич Порошенко. Меня зовут Серебри Наталья Владимировна. Я гражданка Украины. Я мать двоих малолетних детей, тоже граждане Украины. Я нахожусь на территории Российской Федерации не по своей воле. В течение семи лет меня насильно удерживал гражданин Российской Федерации, который старше меня на 27 лет. Он регулярно избивал меня, держал насильственно в рабстве, бил меня, я всё время подвергалась физическому насилию. Он неоднократно угрожал мне убийством. Я хочу предупредить российских женщин о традиционных браках. Я была подневольницей человека со взглядами на семью в домострое. Я испытала это на себе. Этот человек объявил себя моим мужем без моего согласия. Он считает, что женщина должна полностью подчиняться мужчине. Когда он бил меня, часто сравнивал с собакой, что его собака понимала с первого удара. Мой насильник придерживался религиозных догм и являлся их фанатиком. Он 13 лет провёл при церкви, при старце. Менял церкви и духовных наставников. И в итоге стал человеконенавистником. Я предупреждаю женщин России, остерегайтесь мужчин, которые ищут утешения в домострое и придерживаются религиозных догм. Я три раза пыталась вырваться, и только последний раз оказался успешным. И сейчас я нахожусь на свободе, без документов, без средств к существованию, с малолетними детьми на руках. Я хочу вернуться на свою родину, Украину. Я люблю Украину. Я патриотка Украины. Я хочу, чтобы мои дети жили в Украине, европейской цивилизованной стране. Однако за эти 7 лет моего нахождения в рабстве в России на моей родине в Луганске стало опасно, из-за того, что там началась война. Но для меня Украина – это единая неделимая страна, будь то Львов, Киев или Луганск. Дорогий Петро Алексеевич Порошенко, я звертаюся до вас, як до президента моєї батьківщини України. Прошу вас допомогти у звільненні мене і моїх дітей з рабства в Росії. Прошу забезпечити мою безпеку при переїзді з Росії в Україну, так в самій Україні. Прошу допомогти мені терміново, так як у мене на руках двоє молодлітніх дітей. Слава Україні!